Здравствуйте, это компания Viva Telecom и у нас сегодня на обзоре будет вот такая огромная радиостанция Baofeng UV25 Нас опять просили подписчики сделать обзор на данную станцию несколько раз уже Что у нее интересного? Она естественно работает двух диапазонных частот, имеет большой аккумулятор, имеет вот такую увеличенную антенну Сейчас мы все характеристики проверим Сразу скажу, что на передачу она работает только в двух диапазонах Не на речных каналах она не работает, не на вызывном канале Садкома не работает, авиа она тоже не принимает Сейчас мы тогда начнем сначала с комплектации и конструкции, потом уже будем изучать ее дальше Начинаем с комплектации Станция поставляется вот в такой картонной коробке И идет в комплекте следующая То есть вот такая антенна Длинная, гибкая Можно ее под любую форму ей придать Так, по длине она сейчас, я вам сразу скажу тогда По длине данная антенна у нас от разъема 33 сантиметра почти Разъем, конечно же, у нее СМА-розетка на антенне, как обычно у всех бауфенгов Идет вот сам прием-передатчик Идет вот такая аккумуляторная батарея Тоже она здоровенная, как и сама станция и антенна Есть у нее USB-порт Но сейчас к конструкции перейдем, подробнее расскажу Далее идет вот такой невесомый адаптер Выходное напряжение у него 5 вольт до 1000 мА ток Но здесь получается даже с запасом небольшим Потому что контроллер заряда данной батареи Не позволяет 0,75 А только позволяет ток заряжать Идет инструкция пользователя Идет шнурок USB Type-A, USB Type-C Идет вот такая клипса, тоже немаленькая Хотя для станции такого размера она даже маловато, наверное Еще бы, по идее, побольше она должна быть Так, ремешок на руку или темляк И гарнитура стандартная, как со многими бауфенгами То есть есть крепление на ухо и разъем Kenwood Стандартно Так, теперь по поводу инструкции Давайте я вам покажу Сама инструкция достаточно подробно Расписана Но вот смотрите, сколько они уделили техническим характеристикам То есть вот это еще описание меню Вот идут у нас технические характеристики Три диапазона расписаны только RX То есть о передаче они вообще не говорят В данной инструкции Ни выходной мощности Ни излучения на побочных гармониках Ничего этого нет К сожалению Да, вот чувствительность приемника они написали Тоже для какого диапазона, тоже непонятно Мощность динамика, звуковую они указали 1 ватт, 16 ом Сопротивление динамика Но и вот единственное по токам потребления Тоже 380 миллиампер Это при приеме ток Это все проверим Так, ну все, тогда переходим к конструкции Да, сразу Давайте я адаптер уберу Эклипс уберу По конструкции данный аккумулятор Прикручивается двумя винтами К корпусу станции Вот здесь В металлическое шасси Закручивается сам аккумулятор Теперь по поводу габаритов Да, вот смотрите Я принес, например РК-501 Терек Как видите Данная станция даже длиннее По высоте Чем Терек-501 Но у Терека Почти 20 ватт выходной мощности Здесь же меньше 10 ватт Я при измерении технических характеристик Характеристик все вам назову Так, теперь по поводу самой станции Ну или давайте сразу тогда Раз уж начали конструктиво касаться Я сравню ее Вот, например С Титрадио ТДН-3 Либо ТИТ ТХ ЮВИ-99 У которой мощность 10 ватт То есть даже больше Чем у этой станции И аккумулятор тут почти на 3 ампер часа Да Кстати, у этой Вот этот аккумулятор Он Как ни странно Заявлено у Баофенга 2800 Емкость В реальности оказалась Почти 4000 мАч То есть Первый раз я такое вижу Что Баофенг наоборот Даже занижает параметры Так У ТВТ 2800 указана емкость Ну то есть Фактически Чуть ли не такую же емкость Имеет данная батарея Хотя Станция и батарея В целом Почти в два раза меньше По габаритам Дальше По поводу вот этой батареи Да Вот Баофенга Здесь явно стоят Четыре элемента 18650 Поэтому Емкость могла бы быть Больше даже То есть Они использовали элементы Явно на 2000 мАч Хотя сейчас уже есть элементы И по 3,5 Да То есть Емкость данного аккумулятора Могла бы быть Даже 7 Ач Ну то есть Вот такие габариты Да Позволяют Четыре батареи Таких поставить Без проблем Больше емкости Так Теперь По Весу Давайте Я наверное Тогда буду Станцию собирать И сразу Мы тогда Замерим Вес Раз уж тут Именно уклон У нас На Габариты Да В дизайне Все таки То тогда Этому нужно будет Уделить Внимание Побольше Так Смотрим Сколько она у нас Весит Так Даже Можно в килограммах Было наверное Измерять 584 грамма Клипса 593 И Давайте Я вот так вот Антенну еще положу Чтобы она не касалась Земли 675 грамм 673 Да Очень и очень Станция тяжелая Ну-ка Насколько это Ну это даже легче Да Ну сейчас еще Вот эту же антенну Я например Повешу Сюда Да На 50 грамм Она еще Ну еще Давайте Для Честности Уж Клипсу тоже положим Но 630 грамм В сборе Терек 501 С активной системой Охлаждения С мощностью Передатчика В 2 с лишним Раза больше Весит Меньше Ну то есть Я Скажу что Габариты К сожалению Я не могу понять Их Использование Ну такого Размера Станция Единственное Вот давайте Будем смотреть Тогда по конструктиву Начнем сверху Идет Исма Вилка Идет Цветодиодный фонарь Сверху Установлен Вот такой вот Необычный Регулятор Громкости И включения Он видите Зафиксирован Скобой Вот такой На трех Винтах И сам регулятор Что мне нравится Металлический То есть Он включает Станцию И регулирует Громкость Громкость Регулируется Механическим Способом То есть Стоит Переменный Резистор Электронно Она никак Не связана С индикатором Вот здесь Сверху У нас Расположен Вот такой Индикатор Работы Светодиодный Большой Металлическая Сетка Ну или Металлический Каркас Одет на Динамик ЖК дисплей Как вы уже Увидели Цветной Сразу Отображает Два диапазона Есть естественный Режим Прямого Ввода Частот Что мне нравится Еще Ну чем Оправданы Габариты Да Это вот такими Большими кнопками То есть смотрите Допустим Возьмем Титрадио Да И возьмем Эту станцию Насколько Удобнее Пользоваться Я вот даже Давайте сейчас Прикручу Антенну Потому что Буду показывать Еще Назначение Функциональных Клавиш Да То есть Она Эта клавиатура Позволяет Настолько Быстро Вводить Частоты Что даже Процессор Не успевает Их Обрабатывать Нажатие Вот смотрите Сейчас 145 Например Я Нажимаю Видите Она до сих пор Еще повторяет А я уже Ввел То есть Оперировать Клавиатурой Да Очень удобно И Еще плюс У данной Клавиатуры В том Что Нанесены сюда Быстрый вызов Функции То есть Видите Можно и шаг Сетки Частоты Мощность Менять И режим Сохранения Батареи Включать И вокс И ширину Канала И время Выхода Точнее Время Подсветки Дисплея И регулировать Шумоподавитель И включать Слежение За двумя Каналами Отключать Звуки Кнопок И изменять Время Работы На передачу Отключение Именно На передачу Так Давайте Теперь Познакомимся С управлением Данной Радиостанции Посмотрим Что она Из себя Представляет По интерфейсу Давайте Будем Тогда Смотреть Управление По управлению Все Тот же Классический Баофинг UV5R Например Я вам Ссылку На меню Дам То есть Оно Несмотря на Такие Габаритные Размеры Станции Меню Осталось Тем же Самым Давайте Я наверное На первый Пункт Меню Перейду И буду Вам Показывать Я буду Кратко Все говорить Меню Можете Посмотреть Баофинга В отдельном Ролике Так Регулировка Шумоподавителя Шаг Сетки Частот 50 Максимум 6.25 Есть Дальше Мощность Сохранения Энергии Батареи Вот это Было Вокс Ширина Канала Подсветка Работа С двумя Частотами Одновременно Кнопки Звуки Кнопок Ограничение Времени Работа На передачу Сети CSS DCS Коды И их Сканирование Голосовые Подтверждения Язык Английский И китайский Только ДТМ Передача С кода Работа Сканера Передача ID Кода Задержка Передача Кода Это Отображение На канале Что будет Отображаться На канале А На канале Б Ну то есть Название Или Частоты Блокировка Автоблокировка Это 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 У нас Смещение Для Работы С Направление Смещения Для Работы С Репитером Это У нас Сам Размер Смещения Это Была Память Это Было Удаление Каналов Это У нас Куда Будет Передаваться Режим Тревоги С Те Это Удаление Хлопка Шумодава Так Это Для Репитера То же самое Настройки Роджер Бип Есть В ней Передача Тонов Есть Выход Из меню Время Выхода Из меню Вокс Настройки Что Отображать При Включении Логотип Либо Напряжение На батарее Это Вот Кстати Voice При Да Ну то есть Либо Приоритет Голоса Либо Voice При Вейт Это Видимо Имеется Ввиду Это У нас Так Называемый Frequency Hopping То есть Изменение Частоты Поднесущей На Различных Станциях Ну я Так Понимаю Что тут Алгоритм Изменения Только Один Будет Если Вы Две Одинаковые Купите Станции И Будете Это Использовать То Алгоритм Будет У вас Совпадать И Соответственно Вы Друг Друг Будете Слышать Что Это Такое Да Мне Тут Один Умный Человек Дал Рекомендацию Скорее Всего Это Для Чего Сделано Изменение Динамическое CTSS Кодов Для Того Чтобы Если Очень Плотно Занят Эфир То есть Не только Несущие Занятые Но еще И Поднесущие Даже Могут Совпадать У вас На Канале Так Вот Это Динамическое Изменение Оно позволяет Вам Все равно Услышать Речь Даже Если Вас Перебивает Кто-то Временно Своей Поднесущей Ну то есть Она будет Постоянно Меняться Соответственно Вы все равно Будете Друг друга Слышать Вот именно Сплавающий Прыгающий Поднесущий Ну Не знаю Насколько Это актуально Мы никогда Это не используем Но вот Сейчас Стали Китайские Станции Китайские Производители Эту функцию Добавлять Она абсолютно Бесполезна Для защиты Ваших переговоров Но вот Если Прямо Куча Рядом Расположенных Станций То Возможно Как-то Она Эта функция Поможет Так Дальше Это сброс Это у нас Пароль Можно задать При включении Есть Секундомер В станции Версия Программного Обеспечения Как вы Видите 0.10 Ну и все Вернулись В Систему Шумоподавления Все По управлению Давайте я еще Разъем Я сказал Кенудовский Стоит По управлению Кнопок Кнопка передачи Одна Резиновая Сверху У нас Кнопка Назначения Короткое Нажатие Включает Прием Погодных Каналов Длительное Нажатие Включает Функцию Захвата Частоты В меню Ее нет Но По этой Кнопке Она будет Работать Так Нижняя Кнопка Под кнопкой Передачи Ну или В смысле Вторая Кнопка Передачи Нижняя Включает Приемник И он Работает Похоже 107 Иссем Да Работает Так Длительное Нажатие Отключает Шумоподавитель Вот Индикатор Кстати Можете Наблюдать Какой Большой Так Теперь Нижняя Кнопка Короткое Нажатие Я не Я не Понял Что Оно Делает Похоже Я не Вижу Чтобы На дисплее Были Какие Изменения Ну и Длительное Нажатие Она Включает У нас Тревогу Канальный Режим Кстати Включается Кнопкой Домой Так Теперь Давайте Посмотрим Прием И Модуляцию Данной Радиостанции Принимать Будем На ICOM ID50 Там Лежит И Посмотрим Эффективность Ее Антенны Принимаем Радиостанцию Бауфенг UV25 12345678910 Модуляция Радиостанции Бауфенг UV25 12345678910 Так Давайте Проверим Эффективность Работы Тогда Бауфенга Со своей Большой Антенной И Возьмем TIT Сначала Со Стандартной Антенной А потом С увеличенной Антенной Рацио Которая Будет В районе 40 Сантиметров По Высоте Так Смотрите Будем Измерять Мощность Вот Этим Анализатором Я Сейчас Буду Фиксировать Максимальное Значение Сначала Запомним Сколько Это Будет Для Бауфенга Частота У нас 434 Мегагерца Будет Использоваться И у Той И у Другой Станции Частоты Настроены У нас Вот 434 Отображается Давайте Смотрим Заодно Буду Демодулировать Сигнал Станции ICOM ID50 С включенным Аттенюатором Потому что Станции Будут Находиться Ну Около 70 сантиметров Длина волны Соответственно Я буду Излучать Где-то Метров Семи Чтобы Уже Не рядом Была Станция Не совсем Излучаю Излучаю С радиостанции Паофенг 12345678910 Так Ну вот Получили мы Минус Девять сотых ДБМ Или 979 Микроватт Излучаем Антенны На 40 сантиметров 12345 Так Давайте Теперь Разберемся С техническими Характеристиками Данной Радиостанции Как обычно Мы сняли Протокол Это 181 Станция Протестированная Нами Значит Получили мы Следующие Данные На 434 Мегагерца У нее Выходная Мощность Большая 5.92 Ватт Ну то есть 5.92 Ватт Всего лишь Несмотря На такие Габариты Да Кстати Вот Если сравнивать Ее с Тереком То Терек Излучает Почти 20 Ватт Здесь же Мы Получаем В верхнем Диапазоне 5.92 А в Нижнем В двухметровом 8.08 Ватт Тоже Мало Средняя Мощность На верхнем Диапазоне Мы проверяли 4.8 И 2.7 Это нижний Порог Мощности Нестабильность Частоты 60 Гц С этим Все в порядке С излучением На побочных Гармониках Вот 145 Есть проблема На второй Гармонике Минус 21 ДБН Всего лишь Это Ну Не Подходящий Параметр То есть Мы Считаем Что Типовое Значение Должно Быть Меньше 60 ДБ По сравнению С несущей 21 ДБ Это Конечно Очень Мало Дальше Чувствительность В 434 Мегагерца Минус 120 ДБ 145 Минус 128 ДБ 255 550 Так называемый Канал Садком Приемный Минус 122 ДБ Здесь Все По чувствительности В порядке Дальше По блокированию Приемника Все плохо 64 ДБ Мы всего лишь Получили Излучали Как обычно Можете Ролик Посмотреть Полезный Сигнал Был у нас 100 ДБ Отстраивались На 1 Мегагерц И 10 Мегагерц Как мы сейчас Это будем делать Как можно чаще То есть В измерении Параметров Будет это Участвовать Так вот Получили Параметры Но на уровне 18 46 Чипа То есть В районе Тех же Значений Что Нам показала Классическая Станция Баофенг UV5R Дальше По избирательности Тоже Все Не очень 63 ДБ По 12 ДБ Сенат Мы измеряли Далее Ток По питанию Теперь Посмотрим Ток Заряда 74 Ампера Но Здесь Какой нюанс Я заметил Когда станция Заряжала Аккумулятор Через USB Порт То Ток Заряда Был Нестабилен Я видел Там И 1 Десятая Ампера И 3 Десятых Ампера То есть Из Опыта Из Нашего Я Эту Станцию Аккумулятор Поставил В 8 Утро То есть Только Пришел На работу Поставил Ее В 8 Утро На зарядку В 7 Часов Вечера То есть Прошло 9 Часов Аккумулятор Еще Не Был Полностью Заряжен То есть Я пришел На следующий День И еще Заряжал Потому что Такое Изделие Оставлять В офисе Без Присмотра Опасно Поэтому Я Дозаряжал Его На следующий День То есть Если бы Ток Был Заряда Стабилен То Она бы Заряжалась Часов За 5 За 6 Но Здесь Все таки С контролем Заряда Какие то Проблемы Поэтому Но Это Может быть У нашего Экземпляра Только Вообще С такими Большими Аккумуляторами Естественно Надо Ставить Уже Зарядный Ток Ну Хотя Бы 2 Ампера Емкость Аккумулятора 4000 Миллиампер Час Соответственно Пол Единицы Емкости Да Вполне Можно Двумя Амперами Было бы Заряжать Никакой Опасности Бо Не было Здесь Всего 0,7 Ампера Далее Ток Выключенной Станции Еще Одна Тоже Проблема 216 Микро Ампер Составляет Поэтому Если Вы будете Надолго Эту станцию Оставлять Лучше Аккумулятор Снимайте Или Откручивайте Вот эти винты Убирайте Ее Потому что Станция У вас Высосет Постепенно Аккумулятор И Наступит Глубокий Разряд Дальше Внутреннее Сопротивление Аккумулятора Никаких проблем Нет 246 Миллиам По потреблению Теперь Ток Потребления В режиме Ожидания Когда Выключена Функция Тидер То есть Лежение За двумя Каналами 62 Миллиампера Когда же Она включена Что Нелогично Потребляет Она меньше 59 Миллиампер То есть Если Хотите Чтобы Станция У вас Меньше Потребляла Тидер Оставляйте Включенным Вот Такая Странность Но Мы Не первый Раз У станции Это Замечаем То есть Есть Некоторые Модели Которые Так Себе Ведут Ну Видимо Схема Схемотехника Такая Странная Так Теперь Если Включить Подсветку Дисплея Как Она Сейчас Включена Да То Будет Станция Потреблять Дополнительно Еще 7 70 Миллиампер Поэтому Вот Эти Наши Значения Вы В калькуляторе Нашим Можете Зайти Ввести Дополнительно 70 Миллиампер И получите Реально Время Работы В цикле 5590 Если Хотите Использовать Дисплей Подсветку Постоянно Так Теперь На максимальной Громкости 326 Миллиампер Станция Потребляет Заявлено 380 Чуть Меньше Получилось У нас Далее Ток Передачи На высокой Мощности Достаточно Большой Несмотря На то Что Выходная Мощность Передатчика Не очень Большая Станция Потребляет 2242 Миллиампера Реально Измеренная Емкость 3928 Но тут Вот смотрите Тоже Она Около Четырех Явно Будет Потому что Поставил В начале Дня Ну где-то Часов 12 На Разрядку Аккумулятор Током Полампера Соответственно Дождался Конца Рабочего Дня Станция Разряжалась Ну или Аккумулятор Разряжался Уехал Потом Домой Вернулся Еще на Транспортную Компанию Мы съездили То есть Уже В десятом Часу Вечера Аккумулятор Еще до сих пор Разряжался Мне В итоге Чтобы отключить Его Чтобы не оставлять На ночь В офисе Да Я Увеличил Ток Там До 0,7 Ампера Ну чтобы Ускорить Да Процесс В итоге Мы получили 3928 МАч Но С учетом Вот этого Увеличения Тока Да То есть Отсечка В 6 Вольт Наступила Быстрее Поэтому Но В общем Аккумулятор Около 4 тысяч Миллиампер Час Емкость у него Заявлено Кстати 2800 Как вот Странно И опять же Удивляет меня Бауфенг В этот раз В итоге В цикле 5590 При слежении За двумя каналами Мы получаем 21.1.6 Часа При отключенной Функции ТДР 21.3 Часа Теперь Внутренний динамик У нас Громкость 119.5 Децибела То есть Здесь Достаточно Громкий динамик Не проблема Звуковые искажения Номинального сигнала 0.7% Но Максимальное искажение На полной громкости 13.4% То есть Тоже Они Завернули громкость Прилично Чтобы получить Максимум От динамика Так Теперь По поводу Вот этой антенны У нее В нижнем диапазоне Духметровом На 134 Минимальное значение КСВ 1.21 Единицы 44 Ну 45 Ом Сопротивление Рабочая Рабочая она До 3 Если И Значение Брать То От 120 До 148 То есть Она даже Авиа Немножко захватывает Эта антенна Далее В верхнем диапазоне В 433.7 У нее минимум 1.4 Десятых КСВ Рабочая она Во всем диапазоне Частот В верхнем 386 500 Ну то есть Антенна Более Менее Нормальная Но правда Габариты Как вы видите У нее Приличные Но Работает она Достаточно Эффективно Давайте Теперь Разберем Корпус Посмотрим Как она Устроена Все таки Конструкция Интересная Будет Интересно Посмотреть Что Она из себя Представляет Внутри Ну что Я вам Скажу Это Классический Баофинг На Чипсете AT1846S Вот он Стоит Чип Обработки Радиосигнала Ну Хотите Я сейчас Еще Пробегусь Посмотрим Процессор Какой Да Стоит Здесь С этой стороны Фактически Ничего Нет Как вы Видите Так Ну что Я Очень Разочарован Данной Станцией По Схемотехническому Решению Да Это Все таки Тот же Самый Баофинг UV 5R Только Вот в таком Вот Интересном Корпусе Да Ну и Как бы Параметры Соответствуют Да Как бы Классически Все Она себе Ведет И по блокированию Чувствительность У нее нормальная А вот По блокировке Она проблематичная Поэтому Да Классическая Пятерка Внутри Сами Видели Я Буду Вам Для Обработки Радио Сигнала Поэтому Ничего Тут Нового Они Не Изобрели Я Думал Все таки Станция Посвежее Модель Какая Это Будет Посовременнее Стоять Решение По Микросхемке Обработки Сигнала Но Увы По Конструктиву Кстати В целом Да По Конструктиву Стоят Резинка Стоит На Регуляторе На Антенном Точнее Разъеме На регуляторе Громкости Нет Здесь Вот На винтах На Вот Этих Звездочках С боков Тоже Стоят Резиночки Там Звездочки Которые Под Аккумулятором Тоже Резинки Стоят Здесь Все Сделано Неплохо Но Вот Эта Крышка Ну То есть Дождь Я думаю Станция Будет Выдерживать Погружать Ее В воду Конечно Нельзя Разборка Кстати Никаких По Сравнению С Титрадио Да Титрадио Разбирается Гораздо Тяжелее Здесь Никаких Проблем Все Нормально Дисплей Не приходится Убирать Шлейф Даже Чтобы Разобрать Единственное Антенный Разъем Как обычно Надо Выпаять Чтобы Снять Плату С Шасси Но Это Постоянно Фактически Так Бывает Так Ну Все Переходим Тогда К преимуществам И недостаткам В общем Начнем Как обычно С недостатков Что нам Не понравилось Ток заряда Мало того Что он Мал При такой Емкости Большой Аккумулятора Всего Лишь 0,74 Ну 0,75 Ампера Так он Еще и Нестабилен То есть Я Замечал Что Он Его Показания Уменьшаются До Буквальной До 1,10 Ампера Причем Это Аккумулятор Был Разряжен Не подумайте Что это В конце Заряда Он Падает Ток Нет Он Вообще Себя Ведет Нестабильно То есть Он Может И в Начале Заряда И в Середине Падать И Один И В смысле Однодесятый И Три десятых Ток Быть Поэтому Тут Какая То Проблема С контроллером Заряда Дальше Блокирование Приемника Ну То есть Классический Бауфенг И Соответственно Для Стационарных Или Для Большой Какой-то Зашумленной Обстановки Эта Станция Вряд ли Вам Все На Нижнем Уровне Но И Опять же Габариты И Вес Я Тоже В Недостатке Запишу Но К чему Вот Это Все Такое Вот Огромное Изделие Тут И Емкости Батареи Большой Нет Единственное Что Кнопки Мне Только Нравится Остальное Я Смысла Вот В этих Габаритных Размерах Не Вижу И Просто Чтобы Привлечь Внимание Сделали Я Считаю Вот Такое Изделие Так Теперь По Преимуществам Емкость Все Таки Она Выше Чем У Классической Станции Немного Да Но У Пятерки У той же Поэтому Это Мы Запишем Преимущество Тем более Что Они Удивили Да Сказали 2800 А Реально Здесь 4 Ампер Часа Поэтому Конечно Это Мы Запишем В Плюс И Антенна Антенна Все Таки Неплохая Вот Это Поэтому Тоже Это Будет Преимуществом В остальном Я Ничего Удивительного Не вижу Меню Классическое Схемотехническое Решение Классическое Все В остальном Особых проблем Я не нашел Ну Сколько Я поставлю Ну 3 балла Я поставлю Потому что Ну Как бы Ничем Она Хорошим А Ну Кстати Еще Захват Частоты Да У нее Есть Еще По сравнению С пятерку Пятерки Не было Захват Частоты Тоже Хорошо Давайте Я даже Это Запишу В Плюсы Все Закончим Тогда По ней Мы Ее На сайт Не Добавляли Поэтому Протокола Этого В электронном виде Не будет Я Все Характеристики Ну Те Колонки Которые У нас Есть В таблице Я Добавлю В нашу Общую Таблицу Ссылка Будет В описании Под Видео Кто Хочет Ознакомиться Посмотрите Все На этом Тогда Закончим Это Viva Telecom Подписывайтесь На канал Всего Вам